У Литской центральной районной больницы после капитального ремонта сдаденный хирургичный корпус. На их реконструкцию было выдатковано около 8 миллионов рублей, что дозволило зарабить истотный крок по модернизации медустановы. Социальную значность проведенной работы, уходя в расчистые церемонии открытия, подкреслил Держсократар Совета Беспеки Александр Вольфович, который подчас наведывания Лиды так само принял дел в символичном мероприемстве. Закладцы первого камня на место взведения будущего детского садка в перспективном городском микрорайоне. Владимир Лобан, Подрабязнь. Литский микрорайон, полночь. У этой локации активно ведется забудова. Плануется, что в перспективе тут будет проживать свыше 30 тысяч человек. Тому проектование нового садка для района под сомнение не ставилось. До школьной установки на 190 человек – один из пунктов программы социального развития Лиды. Принята в нашей стране программа по комплексному развитию городов с населением более 80 тысяч. Она призвана не только повысить экономический потенциал данных регионов, но и комплексно решить имеющиеся социальные проблемы. Это жилищные строительства, это развитие всей инфраструктуры. И вот мы сейчас параллельно с жилищным строительством строим всю социальную инфраструктуру детской сады и школы. Не меньше важно отзначили присутные подширения медицинской допомоги же храм города. Одним из таких кроков стало открытие после капромонта хирургичного корпуса у районной больницы. На ГТМ это было выдатковано около 8 миллионов рублей, что дозволило поширить площадь профильных отделений и разместить тут сучастное обстреливание. Там появились все необходимые помещения. И плюс мы оснастили необходимым диагностическим оборудованием именно для приемного отделения. Касаемо хирургического перочпрофиля, касаемо офтальмологического оборудования, рабочее место лор достаточно дорогая штука и функционально нужная совершенно. Ну и вот к открытию мы получили новую эндовидеостойку лапароскопическую для отделения хирургии. Мы не собираемся на этом останавливаться. И уже намечены планы по дальнейшему модернизации ЛИИСКО ЦРБ. Ну если брать краткосрочную перспективу, это установка магнитно-резонансного томографа, это было поручение главы государства. Если брать среднесрочную перспективу, строится еще одного корпуса, который позволит выполнять все виды специализированной медицинской помощи на современном уровне и придаст ЛИИСКО Центральной районной больнице статус опорной клиники, которая будет обеспечивать распространенную медицинскую помощь не только жителям ЛИИСКО района, но и ближайших идем. А кроме удела в урочистых мероприемствах, программа наведывания Александром Вальфовичем райцентра уключила святочные акценты. С веншиваниями и подарунками для секретарства убезно кировался у ЛИИСКИЕ ДОМЫ СЕМИНОГО ТЫПУ. Хлопчикам и девочинкам адресовались теплые, щирые слова, знаходы новогодних и калядных святов. Несмотря на ту социальную поддержку, большую социальную поддержку, которую государство оказывает детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, все равно этим детям нужна забота и внимание, самое главное. Мы им сегодня постарались подарить, конечно же, подарки привезли. Несомненно, те подарки для любого ребенка, вспомните себя. Это интересный момент, важный момент. В канун Нового года, одного из самых любимых детских праздников новогоднего, дети ждут подарков. Мы сегодня постарались привезти им хорошие подарки и то, что нужно для игр, для развития. И, конечно же, сладкие подарки без этого не обходятся. Но им нужно внимание, самое главное. Подарить тепло, наверное, своих сердец. Состреча на личине пришла в рамках республиканской доброченной акции «Наши дети». Яна отзначил державный секретарь Совета Беспеки, дозволяющий раздуматься об добрении и милосердности. Як поделился Александр Вольфович, усветочный период детям и дорослым, марафон добрых справ особливо сагравая души и сердце.